Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии четверга. Снова возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать события фундаментального характера, влияющие на динамику финансовых активов. То, что происходит на рынке в моменте, это как раз та динамика, которая нам была нужна. Мы видим снова слабый доллар, в чем мы не сомневались, ждали только дополнительный триггер. И этим триггером выступили комментарии Паула, который снова в очередной раз признал факт того, что американский регулятор будет склонен теперь проводить все более мягкую монетарную экономическую политику. Ну, давайте посмотрим детально, что у нас произошло за минувший торговый день. Котировки Brent на текущий момент 67.20, друзья, мы оказались не просто выше сопротивления 65 долларов за баррель. Сейчас это уже снова поддержка, и мы метим на цель, которую я ранее означал в районе 70 долларов за баррель, но не думал, что мы сможем так быстро начать претендовать на достижение этой планки. То, что толкает котировки нефти, я думаю, что этот новостной фонд для вас не нов, это рост напряженности на Ближнем Востоке. Мы очень детально эту тему разбираем в последние даже недели, поскольку это значительный риск для перебоев поставок. Мы видим действия Ирана, связанные с превышением лимитов обогащения урана. Мы понимаем, что в конце концов США при таком подходе явно не поднимут вопрос о снятии собственных санкций с Ирана. Мы понимаем то, что, в общем-то, новые санкции даже могут вступить в силу уже со стороны Европейского Союза. Разбирали детально эту тему. Также я говорил, что котировки нефти практически никак не отреагировали на последние решения страны ОПЕК-плюс про действия нефтического пакта. То есть сначала была вялая динамика, но я отметил, что, скорее всего, из-за временного влага у нас будет возможность отыграть это событие позже. Может быть, это также дополнительный фактор роста, который мы сейчас и отыгрываем. Не забывайте, что на нефть также влияет, друзья, то, что происходит с долларом. Каждый раз, когда снижается курс американской валюты, либо, наоборот, повышается из-за того, что стоимость сырья номинирована именно в баксах, это сказывается на спросе и на уже котировках непосредственно самого сырья. Ну и, возможно, локально еще более значительным фактором восходящей динамики выступил вчерашний отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Как мы и ожидали, прогнозировали запасы, основа снизились на минус 9,49 миллиона. Я могу ошибиться, хотя, наверное, вряд ли запасы снижаются уже четвертую неделю подряд. Ранее за несколько часов у нас была репетиция по данным от Американского института нефти. Значения, в принципе, сопоставимы. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы уже на следующей неделе мы, может быть, посерьезнее теслись к отчету АПИ, допуская, что корреляция между этими показателями довольно высокая. Почему сейчас снижаются запасы? Связывают это с аштормом в Мексиканском заливе, который стал причиной сворачивания работы ряда нефтяных платформ. Это, безусловно, друзья, скажется. Я думаю, что на ближайшие 2-3 недели точно на объемах добычи они будут значительно ниже. А поскольку сырья будет добываться меньше, будут сокращаться те запасы, которые ранее были накоплены. Это хороший фонд, друзья, потому что он располагает к тому, чтобы мы не просто сегодня были с хорошим настроением из-за того, что котировки выросли и мы на этом заработали. Это располагает к тому, что мы сможем сохранить базу роста и дальше. Впереди у нас два отчета, сегодня и завтра доклады от ОПЕК и Международного агентства. Посмотрим их, проанализируем их оценку по состоянию и ценовой конъюнктуры рынка нефти, и прогнозы по спросу и предложению на будущие периоды. Но вряд ли, конечно же, эти доклады окажут значительное влияние на нефть, но нам это, в принципе, не нужно, потому что у нас уже очень хорошая база для развития бычей динамики. Доллар иена 107.96. Мы с нетерпением ждали выступления Джерома Пауэлла, председателя ФРС в Конгрессе. Вчера первый день он отчитывался, выступал с докладом в шестимесячном по денежно-кредитной политике в Палате представителей по финансовым рынкам. Сегодня у нас банковский комитет. Друзья, я думаю, что он, вероятно, даже более интересен на сам факт этого выступления, потому что Пауэлл будет отчитываться уже перед банками. И, как ни крути, но очень придется много сказать про процентную ставку и планы того, что с ней может быть дальше. Я лично прогнозировал, что Джером Пауэлл будет использовать формулировки, которые использовал ранее, в ходе июньского заседания. И, в принципе, оказался прав, потому что Пауэлл признал адаптивный подход Федрезерва, признал, что американский регулятор следит не только за состоянием экономики, национальной, но и поглядывает и на внешние риски. Он признал сохранение значительной глобальной неопределенности, в том числе из-за торгового конфликта между США и Китаем. И отметил, что теперь американский регулятор будет действовать надлежащим образом в соответствии с теми данными, которые будут выходить дальше. Это намек на то, что сегодня, когда выйдут данные по инфляции в 15.30 по московскому времени, ожидается снижение индекса потребительских цен на 0,2% с 1,8% до 1,6%. То есть за несколько часов этот рейс выйдет до вступления перед Банковским комитетом. И, возможно, у Пауэлла будет еще один аргумент снова сделать акцент на важности агрессивного подхода к снижению процентных ставок. Я жду этого, потому что вчера динамика пары доллар-иен убедила нас в том, что американец может довольно лихо терять. И цели снова актуальные в районе 100-607. Может быть, даже стоит поговаривать и о поддержке 105. Американский фондовый рынок S&P, 3 тысячи пять пунктов. Друзья, здесь я хочу сказать, что в прямом смысле умываю руки, потому что не хочется мне иметь дело уже с явным фузырем, который, скорее всего, не собирается склопываться в ближайшее время. Американский фондовый рынок за год вырос практически на 30%, и все это происходит на замедлении темпов роста мировой экономики и торговой войны. Это вообще нонсенс и парадокс. Прогнозы прибыли корпорации растут буквально с каждым месяцем. Это не вяжется с реальным положением дел. Друзья, посмотрите на индекс обрабатывающей промышленности PMI, который находится на многомесячных минимумах. Но если пузырь находится на таком же уровне, ему ничего не стоит на вот этих настроениях, мягкой риторики, возможности снижения процентной ставки Федрезервом уйти еще выше. Я буду ловить его уже после того, как станет очевидно, что коррекция уже пошла. Ну и, соответственно, дам вам рекомендацию после этого. Фонд против доллара 1.2534 мы откатили. С уровня 1.25 после достигнутой цели даже британская валюта была гораздо ниже этой планки. Сделки новые я не давал, друзья. Сейчас я также рекомендую воздержаться от какого-то трейда. У нас есть аналогичный по ходу актив и европейцы. И вот за ним мы уже следим. Евро против доллара 1.1276. Снова у меня плохие и тревожные новости для экономики еврозоны. По экономике еврозоны Еврокомиссия пересмотрела прогноз по темпам экономического роста с 1.5 до 1.4. Прогноз инфляции также снижен на 0.1% с 1.4 до 1.3. Ждем заседание 25 июля. Ждем мягкую риторику Драги. А сегодня у нас в качестве бонуса выступление Кюре, представителя Европейского центрального банка, который ранее уже бил по курсу европейской валюты. И в том случае, если он сегодня также будет говорить о необходимости задействования программы количественного смягчения, друзья, евро вполне может снова пойти вниз. Доллар канадец разочаровала вчерашняя реакция пары на решение по ставке, ставка на прежнем уровне. Однако в ходе пресс-конференции банк Канады признал сохранение значительных рисков неопределенности для мировой экономики. Это негативный фактор и для экономики Канады тоже. Однако не дал намеки, что рассматривает возможность снижения процентной ставки. А плюс ко всему, пару привело в нисходящее движение ослабление доллара, ну и, безусловно, рост цен на нефть, который ударил по позициям, в данном случае, который подкрепил позиции канадского доллара. Я жду в качестве ориентира планку 1.30, но это ориентир для того, чтобы выйти из ранее открытых длинных сделок. Если я пойму, друзья, что уровень 1.30 будет пробит, и пара сможет оказаться ниже, разумеется, из длинных позиций придется выйти и уже впоследствии искать уровень для входа. Золото 1422 доллара за тройскую унцию. Здесь динамик тоже, так же, как и мы прогнозировали. Неизбежный рост, и, судя по всему, сегодня у золота есть очень неплохие шансы, чтобы нацелиться на планку 1450 долларов за тройскую унцию. Да, это много, это не значит, что сегодня цель будет сделана, но при повторении мягкой риторики у этого актива появится очень хороший ориентир для дальнейшей восходящей динамики. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...